В 2016 году Бавруйск распрощался с большим футболом. И вот спустя три года Белшина возвращается в высшую лигу. В первом туре чемпионата Беларуси шинники встретились в клубе «Минск». На седьмой минуте защитник «Минчан» пропустил Леонида Ковеля к воротам. Белшина размочила счет. Спустя пять минут нападающий вновь получил шанс отличиться. Защитник проходит по правому флангу, подача в штрафную, и скидка на Ковеля, мяч попадает в стойку ворот. На 22-й минуте «Минчанин» Васильев приложился с 25 метров. Удар пришелся выше ворот. По итогам первого тайма на табло красовался счет 1-0 в пользу красно-черных. После перерыва главный судья назначил пенальти. Игрока футбольного клуба «Минск» снесли в штрафной зоне. Вратарь Белшин и Туранок не смог отразить удар. Армянчане отыгрались. Спустя еще семь минут столичная команда повела 2-1. После подачи от углового флажка нападающий Хвощинский расстрелял ворота хозяев. На 73-й минуте точку в поединке поставил защитник из Минска «Рыжук». Он отправил мяч в пустые ворота. Со счетом 3-1 горожане отправляются на вторую строчку турнирной таблицы. Белшина опускается на 15-е. Хорошая боевая. Весенняя игра. Команды старались выиграть. Мы вели, могли 2-0 вести. В штатку попали. Но потом пропустили два стандарта. И поэтому там 2-1 уже счет. Качели были. Проиграли. Ну, я доволен ребятами. Они молодцы. Следующий матч подопечный Эдуарда Градобоева проведут 27 марта в Жудино. Команда встретится с «Торпедо Белаз». Максим Кембель, Максим Галеон, Кабабруйск, 360.